Добрый вечер! Вновь на телеканале Губернии. Программа «Место встречи» 16 по 21 сентября. В нашем городе проходил фестиваль национальных театров «Кукол Радуга». В Самару приехали гости из 19 городов Ближнего и Дальнего Зарубежья. «Кровь! Кровь? Какой ужас! Я не желаю, чтобы мои костины были какие-то кровавые пятки. Пусть сейчас же слоют!» «Это невозможно! Это кровь леди Леноры Кендери, убиенной в 1575 году на этом самом месте супругом своим, сэром Саймоном Де Кендери». «Надо этим самым?» «Дамис!» «Какой ужас!» «Туристы с невменным восхищением осматривают это вечное, несмываемое шпично!» Я с удовольствием представляю гостью нашего сегодняшнего эфира директора Самарского театра «Кукол» Ольгу Дикушина. Ольга Михайловна, добрый вечер! Добрый вечер! Фестиваль проходит вот уже пятый раз. Чем ознаменован именно этот год? Ну, этот год у нас год маленького такого юбилея. Юбилей у нас пятый фестиваль международный. Когда-то он в 2005 году зарождался как фестиваль региональный, фестиваль театров кукол по Волжье. И постепенно он у нас перерез и приобрел статус международного. И с 2008 года он носит статус международного в фестивале национальных театров кукол. А вот в 2005 году идея Самарского театра кукол была создать фестиваль «Радуга». Да, идея была Самарского театра кукол была такая программа государственная. Она называлась «Мы разные, но не чужие». И в рамках этой программы мы подали в свое время проект. И так зародился наш международный фестиваль. «Радуга», 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 «Радуга» «Радуга» Идея фестиваля была в том, чтобы развивать толерантность к современному обществе и в том числе среди детей посредством показа спектаклей по национальному эпосу и национальной драматургии. И зная лучше культуру своего соседа, мы лучше познаем то сообщество, в котором мы живем и находимся. Поэтому вот и зародилась такая идея и получила свое воплощение в жизнь. Ну, идея себя, я так понимаю, оправдала, потому что всегда полные залы на этом фестивале. Идея оправдала. Вы знаете, мы в этом году столкнулись даже с определенными сложностями. Сложностями отбора участников фестиваля было представлено более 35 заявок от театров и выбрано только 17. То есть попал каждый второй театр на фестиваль. И нам пришлось для того, чтобы показать спектакли этих 17 театров, еще дополнительно задействовать площадки ДК имени Пушкина, площадку Самарского театрального союза деятелей, областной библиотеки галереи «Новое пространство», малый зал драматического театра. То есть для того, чтобы показать спектакли этих 17 театров, нам пришлось задействовать пять площадок театральных. А по каким критериям вы выбираете тот или иной театр? Ну, во-первых, спектакль, который представляет театр, они присылают заявку и диск со спектаклем, должен соответствовать тематике фестиваля. Тематика фестиваля у нас заявлена еще в 2005 году, и с этого времени она у нас не изменялась. Мы остаемся верны своему принципу, и мы отбираем спектакли по национальному эпосу, либо национальной драматургии. КОНЕЦ А языковой аспект был ли как-то решен? Ведь все театры играли на своем родном языке, и, соответственно, может быть, самарская российская публика иногда недопонимала, что происходит на сцене, или я ошибаюсь? Вы знаете, на этот вопрос нет однозначного ответа, потому что часть театров работали на русском языке. Например, театр из Голландии, поющая арфа, они, не зная русского языка, выучили текст на русском языке и работали достаточно профессионально и хорошо, то есть детки их понимали. Раскройте секрет, действительно звучала якобы русская речь, то есть отточенные слова, либо иногда было непонятно, на каком языке разговаривают артисты? Вы знаете, на удивление, очень хорошо, очень профессионально работали, и была понятна речь. И вы знаете, что очень трудно сохранить внимание зрительской аудитории, если детки маленькие, они всегда такие непоседы, и если им вдруг что-то становится непонятным или неинтересным, возникает сразу в зале шум, они сразу отвлекаются, так вот этого не было. То есть им было достаточно интересно, и все понятно по тексту, по содержанию спектакля, и поэтому голландский театр, поющий арф, они молодцы. Я влюблен, по уши в пее, я пою все дни напролет, в мире нет ничего веселее, поскольку сам я слушать люблю. Были спектакли, которые, например, португальский театр Трули, он вообще без слов. То есть там виртуозная работа с куклой Мануэля Диаса, и он шел с музыкальным аккомпанементом, но абсолютно без слов спектакль. Спектакль шел на немецком языке театра из Штутгарта, но были приглашены дети с углубленным изучением немецкого языка из 44-й школы. То есть здесь проводилась очень большая работа. Вы знаете, наверное, языковой барьер может быть возник, если говорить условно, если он возник, то это на спектакле мистера Панча из Лондона. Но, во-первых, спектакль для взрослых, во-вторых, там очень минимизирована английская речь, то есть достаточно известные фразы и слова, и люди, даже плохо знающие английский язык, им было совершенно понятно содержание спектакля. Потому что нужно сказать, что мистер Панч, Панч – это родственник нашего Петрушки, да, так же, как итальянский Пульчинелло. И это петрушечный персонаж, это ярмарочный персонаж, и разыгрывается ярмарочное действие. И для всех абсолютно понятен сюжет, и абсолютно понятно, о чем идет речь, даже не зная языка. Зачzet дела. Зач yelled. Зачxturesса. Зач physic. Зач toner. Зач אומר сделать еще. Зач propulsion. А ввторых. Зачbus. Зач Lak. Зач tudенько я, эра. расскажите о возрасте зрителя ой возраст зрителя вы знаете и это начиная с трех лет как бы то что заявлено в программе что спектакли идут от детей с трех лет и значит семи с 12 для взрослой аудитории были спектакли в рамках фестиваля но зачастую нам приводили детей и до трех лет на фестивальные спектакли поэтому ну наверное прям вот от полутора лет и и смотрели спектакли взрослые зрители пенсионеры которым по 75 по 80 лет это дети войны и до участники войны поэтому возрастная аудитория у нас самая обширная она тут не ограничен никакими возрастными рамками критерий то есть мы можем сказать что театр кукол он предназначен не только для самых маленьких но и для взрослых которые также могут пережить вот эти вот детские эмоции а кто знает может быть они не детские а настоящие взрослые конечно не секрет что в репертуаре многих театров есть спектакли для взрослой аудитории да не только для детей и мы знаем такие знаменитые спектакли как необыкновенный концерт да сергей владимирович образцова мы знаем что 40 лет назад в нашем театре роман борис чемренцем ставились спектакли для взрослых божественная комедия например ольга михайловна как говорится театр это великая сила искусства а какая сила у театра кукол на ваш взгляд а у театра кукол огромная сила потому что первое знакомство ребенка с театром с искусством театра происходит как раз театре кукол и если вот эта первая встреча она произойдет вот с большой буквы до произойдет и ребенку понравится в театре то тогда наверное в будущем из этого ребенка вырастет человек который любит театр который театрал если эта встреча произойдет со знаком минус да что-то не понравилось ребенку там есть очень много составляющих да там и возрастная категория здесь уже ответственность на взрослых которые покупая билет должны смотреть на какой возраст рассчитан спектакль здесь очень много составляющих и если вот это вот встреча произойдет ребенку понравится в театре замечательно ребенок будет расти и будет одновременно с этим расти будущий театрал который будет посещать и спектакли самарта и театра оперы и балета и театра драма поэтому на театре кукол огромная ответственность и мы самый первый самый главный театр в жизни ребенка и я надеюсь что вот эта любовь нашей труппы нашего коллектива театра к детям да вот она взаимно потому что когда слышишь аплодисменты после спектакля то проходит усталость но наши актеры заряжаются энергетикой они хотят еще что-то новое сделать интересное поэтому вот любовь зрительская аудитория это очень важно для нас и мы к этому стремимся поэтому успехов удачи до новых встреч ольга михаловна спасибо огромное но на сегодня мы с вами прощаемся как всегда увидимся ровно через неделю на телеканале губернии в программе место встречи до скорого нашего свидания